Брянская улица С бою взяли город, Минск, город весь прошли И последние улицы название прочли А название такое, право слово боевое Брестская улица по городу идёт Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога Брестская улица на запад нас ведёт Субтитры создавал DimaTorzok Оперуполномоченный старший лейтенант Шарапов Для прохождения службы прибыл Ну здравствуй, Шарапов Из отдела кадров о тебе уже звонили Ну в общем, мы тебя таким и представляли Обыкновенный Ну правильно, нам и нужны такие обыкновенные фронтовые ребят Чем занимаемся, ты знаешь? Убийство, бандитизм, грабёж Это тебе, брат, не фунт изюму Разведчик? Так точно, командир разведроты Ну тогда приживёшься Вот весной откроются курсы, подучим Шарапов, здорово Жеглов моя фамилия А ну-ка и со стул, отец Гайгурин Я поработал немного Объяснил товарищу кое-что о нашей работе А, я вижу, вы уже познакомились Вот рекомендую тебе, Шарапов Это великий человек Гриша Ушивин Подпольная и кличка 6 на 9 Непревзойдённый фотограф и внук барона Мюнхгаузена Послушай, Жеглов, мне твои оскорбительные выходки надоели Если ты хочешь со мной поругаться Да, боже, меня упаси Ты ещё всеми нами покомандуешь Садись, Шарапов Садись, Растан Ну что? Синька Это свои, Шарапов, новый сотрудник, знакомьтесь Шарапов Николай Синька Тузик звонил Так Бандиты назначили встречу Ну что ж Значится тому и быть Пулевое ранение в голову Приступайте Тараскин Понятых живо Потом бегом по соседям Кто что видел, слышал и так далее Руками ничего не трогать Моё почтение, Сергей Павлович Здорово, Жеглов Ну, Склеп Георгиевич Имеется пуля Ваше судение Так Ну? Что скажешь, разведка? Ну что? Пуля как пуля Обыкновенная Пистолетная Да, хорошо бы еще гильзы найти Лучше же посмотреть Само оружие Верно Гражданина Груздева привезли Что? Что это? Надя, Надя, Надя Боже мой Какое несчастье Что? Почему вы на меня так смотрите? Как это так? Обыкновенно смотрю Нет Вы смотрите, как будто меня подозреваете Давайте не будем, гражданин Давайте не будем отвлекаться Скажите лучше Когда вы последний раз виделись, потерпевший? Дней десять назад Мы разменили квартиру Я привез новые варианты Иван Сергеевич А вы Никого не подозреваете? Для того, чтобы подозревать Нужны основания У меня их нет К сожалению, в последнее время Вокруг Ларисы таких людей было множество Надя, я предупреждал Вся эта жизнь вокруг Мельпомены До добра не доведет Вы имеете в виду ее театральное окружение? А у вас как с жилплощади сейчас? Нормально? Ненормально, ненормально Но это к делу отношения не имеет Как знать, как знать У вас оружие имеется? Нет Может быть Я не подумал об этом О чем вы не подумали? Неужели У меня есть наградной пистолет Это из него? Вы нашли его? Покажите, где он лежал Вот Его нет здесь А когда вы его взяли? Я его не брал Не брал, поверьте Гражданин Грузьев Ваша жена курит? Вернее, курила? Ну, папироса она курила? Нет Даже дым у него носила Я на кухню выходил Тогда как же вы объясните? Одну минуточку Вы, Гражданин Грузьев С другой живете Позвольте адресочке Я надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Поверьте, она никакого отношения не... Шарапов, запиши Продиктуйте, пожалуйста Лосинка Бебеля 12 Я прошу вас только не информ... Я вас прошу не информировать Нашу квартирную хозяйку Нам там жить еще Вы должны считаться с этим Обещать пока ничего не могу Следствие покажет Извините меня Я, конечно, не специалист Но мне кажется, что вы слишком много внимания уделяете моей скромной персоне А дело стоит Да почему же в вашей персоне? Разбираемся, как положено Шарапов, пойдем я тебе указания дам Ты вот шторел с вопросами своими премудрыми Поздержись, пока понял Твой номер 16 Ты помалкивай в трубочку, ясно? Да я Помалкиваю, тебе говорят Что папироса заметил хвалю Я, между прочим, про них тоже сразу сообразил, как он вошел Только виду не показал Их заруби ты на своем распрекрасном носу Спрос Он в нашем деле дорого стоит Ну а что? А то, что спрашивать-то надо вовремя, чтобы самую десятку лупить, ясно? Ну ладно, это трудно, я объясню потом А пока присматривайся Просматривайся Матай на ус Ну и по-моему делай, как я, ясно? Есть, товарищ капитан, дело с как ты Вот так Ну что нового, Ваня? Это Протоколы обыска Это просто жену Что-нибудь интересного нашли? Да ничего особенного Женка его сказала, что Вину хати был аж с 18 часов А квартирная хозяйка? Хозяйка показала, что она его Зранку не видела И вечером На веранде их не было тихо Так что, кажется Я же утром пошел на станцию Так она его больше и не видела Значит, это не было его там Ну а что ничего особенного нашли? Понимаю Значит, это я так понимаю Гражданин, что правды писать мы не захотели А, между прочим, зря дело по-другому было Вранье мы с вами только Усугубляем, так сказать Не сметь так со мной разговаривать Я вам не жулик Я слышал, что в вашем учреждении с ними Обращаются довольно бесцеремонно А я врач, я в конце концов Я кандидат в медицинских наук Я буду жаловаться Жаловаться? Ну, насчет жалоб я уже слышал Приходилось А насчет жулика Правда, вы не жулик Вы человека убили Да Понял Понял, понял Поконим, ребята Сторож со склада позвонил Он к знакомой творчихе напротив Зашел погреться, возвращается Замок вроде на месте А изнутри полоска света пробивается Ну, он, конечно Заходить-то побоялся А видеть, внутри кто-то шурует Он и позвонил, 02 Черная кошка Черт ее знает Теперь направо Туши фары Тихо Оружие к бою Где они? Там, там они Там, сынок Другие выходы имеются С улицы пора Шарапов Встань у контора со стороны улицы Остальные за мной КОНЕЦ